Потому что у вас такой начинается микс, вы не можете одно от другого отделить и все так. Привет, котики! Добро пожаловать на мой канал. Все мои подписчики и те, кто еще на меня не подписан, всем привет-привет! Не забывайте обязательно подписываться внизу. Под этим видео вы найдете кнопочку красненькую «Подписаться». Не забывайте на нее нажимать и ставить рядом колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Сегодняшнее видео, наверное, будет такое небольшое, короткое. Просто советы, наверное, тем. И мой личный опыт — это не советы, я не хочу давать никому советы. Просто мой опыт про то, как я пошла учиться в школу языковую здесь, находясь в Испании. Я хожу в Аликантовскую школу, официальную школу языковую. Это городская школа, получается, вроде как некоммерческая, она стоит намного дешевле. И был такой смешной случай, когда мы с мамой пошли туда записываться. Экзамены проходили в один и тот же день. И как-то мы так решили, что мы пройдем на всякий случай экзамены, тестирование. Там было и аудирование, и говорение, и письмо, и чтение. У нас проверяли все. Господи, что-то у меня язык запутывается. Вот. И стоило это 12 евро на каждый экзамен. То есть получилось 12 и 12 на меня, потому что я ходила, сдавала испанский и английский. Им на маму еще испанский. Вот. И как-то так вышло, что, ну, и там, и там я прошла. Я набрала, получается, по испанскому А2. И по английскому у меня получился 2B1. То есть B1 и B2 они еще разбивают на подуровни. То есть pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate и там уже advance. И туда уже дальше идется и один, это вообще профессиональный. В общем, ну, как-то так мы посоветовались, и я решила взять 2 языка, честно сказать, в шутку. Не ожидала, что что-то из этого будет такое вот получится сложное. В общем, мои советы это то, что лучше, конечно же... Я просто помню какое-то видео, какие-то комментарии, когда-то я смотрела, что... Что будет, если начать изучать 2 языка, и не перемешаются ли они в голове, и люди пишут, что ничего такого особенного. Можете идти, учить и вливаться, потому что очень многие идут, например, поступают в университеты на международные отношения, допустим. И нужны несколько языков, к примеру, немецкий, французский, там английский. Я не знаю, вот, конечно, какими уникумами надо быть, и с супер талантливыми людьми. В общем, это ужасно, это ужасно изучать сразу 2 языка, при том, что говоришь ты, в принципе, твой основной язык носителя — это другой язык. То есть, получается, с испанцами, с которыми я хожу на английский язык, конечно, для них это, получается, второй язык. Их, если еще не брать в расчет, что они говорят на Кастыяно, испанский есть, а есть Валенсиано, есть каталонский, каталана. Вот, в общем, мы не будем вдаваться в подробности. В общем, для них это, в основном, для всех второй язык. А для меня уже, получается, третий испанский, и, в общем, у меня просто голова съезжает, честно сказать, крыша едет. Потому что, особенно, когда ты живешь в этой стране, конечно, лучше все-таки идти заниматься одним языком для той страны, для которой ты сначала хочешь здесь проживать. То есть, он тебе нужен в обиходе, он нужен ежедневно. А уже английский лучше подтягивать или самостоятельно, или потом, когда уже немного уложится база языка, который тебе необходим. Сейчас у меня в голове просто такое месиво, и мы смеемся сами с испанцами. Я прихожу и начинаю на уроках английского говорить наполовину на испанском. Половину слов я вспоминаю английских. Это сложно очень задавать, конечно же, экзамены. Экзамены у нас, получается, идут так же, чередуются, так же, как и наши занятия. То есть, получается, английским я занимаюсь в понедельник и в среду. И точно так же у меня, получается, испанский во вторник и в четверг тоже в половине пятого. В итоге, когда у нас начались экзамены, сейчас экзамены мы, как они говорят, пробные. Но на самом деле я считаю, что это ничего не пробное. Потому что мы сдаем, мы пишем все официально, на официальных листках от самой этой школы, от самого коммунидата Валенсиана. В дальнейшем это будет потом оттуда, из Валенсии будут приезжать. Сама комиссия, которую мы будем сдавать, это уже будут основные завершающие экзамены. И, конечно же, очень сложно сдавать экзамены. Экзамены первые мы сдавали перед Рождеством католическим в декабре. И сейчас мы сдавали экзамены, получается, как перед Симана Санта. Симана Санта — это святая неделя пасхальная, когда они будут выходные всю неделю. И, получается, перед этой неделей мы тоже должны были сдать пробные экзамены, чтобы посмотреть наш уровень. В общем, я таратурю. В общем, так получается, что мы сдаем экзамены дважды. Но дважды эти разбиваются на два дня, потому что говорение и слушание, чтение и аудирование, оно, в общем, все как-то разрознено. Получается, что я сдаю сначала письменный по английскому, потом письменный по испанскому. На следующий день я сдаю устный по английскому, и потом опять устный по испанскому. И вот из-за этого чередования, из-за этой хаотичности в голове все вообще, конечно, приходит в какой-то мусор, трэш какой-то происходит. Потому что у вас такой начинается микс. Вы не можете одно от другого отделить. В кучу все это, как в блендере, перемешивается. Я вам советую, если вы беретесь за какой-то язык именно не как для галочки, не как для университета, там, к примеру, что, возможно, вы его и не будете потом использовать. Потому что мы все знаем, что очень многие в университетах учатся и потом не работают по специальности. В общем, если вам нужен язык, конечно, для жизни и для работы, и действительно вам нужен этот навык получить, скорее, лучше все-таки делать все это спокойно, поступенчато. Сначала один, потом второй. И не делать из этого вот такой вот беготню. Я подумала, честно сказать, когда я брала эти курсы, и один, и второй, что это будет все как-то так несерьезно. Потому что вроде как и деньги небольшие. Получается, это 90 евро за целый год. Но это целый год, и вы учите один уровень. То есть у вас нет интенсива, и я хожу, получается, на каждый урок, это два часа. То есть, получается, за неделю четыре часа одного языка и четыре часа другого. Возможно, если бы они вместе стояли друг за другом, было бы намного удобнее, чем они вот хаотично вот так чередуются. Если вам интересны были мои наблюдения, спасибо за ваше внимание. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт, мне тоже очень интересно. Какие языки учили вы, и было ли вам тяжело, какие у вас сложности при этом происходили. Потому что сейчас вот как-то, ну я не знаю, никогда я второй язык параллельно не учила. И у нас всегда в нашей школе с английским клоном как будто бы был только английский. Я не могу сказать, что на самом деле нас очень хорошо учили. Потому что в основном всё моё изучение английского языка произошло именно тогда, когда я заниматься стала сама, самостоятельно, с сайтами, с ютубом, с подкастами, с теми самыми советами, которые я давала здесь. Вот наверху я оставлю вам ссылочку. И если вам интересно вдруг видео, например, на тему изучения языков и какие-то советы, то тоже не стесняйтесь, пишите в комментарии. Я постараюсь снять на это тоже, на эту тему видео. Вот, поэтому, надеюсь, вам было интересно чем-то это видео. Это странное видео, это скорее мои просто мысли на этот счёт. И никому не даю советы, если кто-то умудряется учить параллельно пять языков, я за вас очень счастлива, рада, я вам очень завидую, честно сказать. Но в большинстве случаев, с кем я знакома, то это редкость всё-таки. Это очень сложно и проблематично именно для усвоения информации, для того, чтобы именно эта информация усвоилась не на уровне сдачи теста или контрольной, а для того, чтобы она именно засела навсегда с вами, на всю жизнь, и вы могли ей пользоваться и достать её из головы всегда, когда вам нужно. То есть, как будто бы какие-то сегменты пропадают из мозга, даже, получается, те слова, которые я помнила на английском, вдруг начинают замещаться на испанские. И очень сложно почему-то вот вспомнить сразу это слово, хотя я его учила давным-давно. В общем, если у вас есть такие же казусы какие-то, пишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение на этот счёт, потому что для меня это сейчас основная тема, которой я занимаюсь на данный момент. И всех жду у себя на канале, не забывайте подписываться. С вами была Оля. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok